Пять черная привязация. Вы думаете, мы готовились? Конечно, нет. Пять не придумывайте. Мало того, вы, конечно, понимаете, что инструменту, какие инструменты нужно каким-то образом приспособиться, и инструмент должен приспособиться исполнителям. Понятно. А в этот раз нам не удалось заниматься, в общем, сегодня один день, а не только. Поэтому нужно понимать, что в конце концов, в конце концов, степень задачи. Я не останавливался музыкой, исполнялся концерт Деда Магом, и во время, когда я немного упрощался в группе, и у меня каждое высказывание следующее, самое умное, образное слово. И вы знаете, работали не только мастера, работали, я не думаю, там я иду, работали, подсознанием, а работали те, кто на них играл. Это тоже очень важно. Когда я взял в группу инструмент, продеваю альтернат, это тоже все здесь присутствует. Он не очень мне поддался, не очень хотел со мной дружить. Мало того, это время мой, иначе он вернулся в этом. Совершенно себе разумеется, значит, только не очень-то. Мой после этого. Раскрипывал. Затем. Я помню, что какой-то приличный, мой все равно видновал, а я, конечно, к моему возвращался каждый год. Наконец, за... Да, а кто это на этом отец-то Деварь играл? Наш знаменитый, вот он в Баршайе, когда-то. Вот такой пустырь, да? Потом я играл на те, в историю, да, на этом он где играл, в металлогичный периарм. Ну, это тоже важно. У нас был в это время Каспаровый салон, и потом играл Кадим Васильевич Горисовский. Общастный, в оборожье, в школу. И швейцаревский, все, и швейцаревский, в большинстве. И потом ко мне в руки попал, так, все они находились в руке, в церкви, в очереди, попал в руки его Горнели, Петр Горнели. И передо мной возник, возник образ Фёдора Сергеевича Дужиева, моего учителя в Московском. И вот так он мне молча, сказал, «Боже, следая». А его уже не было в это время. И вот этот инструмент чудный мчал, мне с ним получилось. Но что, мне видимо, после этого я взял свой путь, он смирился, простил им все моменты, и понял, лучше собой эту жизнь, которую он мог бы перемешать. Вообще, с этим был праведливый путь, правда, я великий, а я раньше все здесь не оставшимся. Вот, это все же живые существа, в общем, и инструменты, и наши взаимоотношения с ним. И еще всегда существует третья, очень важная персона, любимая любовница или любимый любовник – это свечок. Он тоже должен сочетаться с инструментом и с личностью исполнителя. У нас есть правило, я сделаю сердце и действие. Вот, как все время неожиданно, это был у нас сюрприз получился, разговор. А так, еще раз хочу нас всех поздравить с тем, что эти инструменты начинают действительно жить. Это хуже, чем машина, если на машине едете, она расширеет, если на инструменте не играет, он тоже закрывается, закрывается и, в общем, теряет свои качества. Ну, если захотите, потом еще поговорим, сейчас продолжаем английскую тему. Вот вы говорите в Мограмму. Бритом, битом слезы, эквенант. Вариация, например, стала вести в образительство средневековья. Вариация интересна тем, что тема не отвечает концерт, то есть зеркальное отражение. Мы так построили концерт, начали. Мы сюда начали притом, дай-дай, где его региональная персия, дай-дай со струнным местом. Исправедливо, хорошо. Спасибо. Сегодняшний зал был, с одной стороны, очень семейным. Это где-то перекликается с моей передачей «Вокзал мечты». Это разговор со зрителем, где учитывается интеллект слушателя. Я не только говорю об интеллекте, конечно, но также душа. Ну и вообще учитывается жизнь каждой персоны, которая пришла в зал. И вот им, конечно, я поэтому и заговорил. Я хотел рассказать о том, что вы сегодня свидетели такого чуда. Потому что, несмотря на какие-то страны, где в полном достатке живут люди и культуре уделяется огромная часть бюджета, все равно нет оркестров, ни одного нет в мире оркестра, который бы играл из десяти скрипачей. И все десять были страдивари, вот как сегодня. Там девять страдивари, один гварнери. Естественно, мы понимаем, что там через несколько дней мы сыграем на наших обычных инструментах, и такого эффекта не будет. Но все-таки это прекрасное начало, я считаю, что это будет. Надеемся, что вслед за этим концертом последует продолжение. И солисты Москвы под руководством Юрия Башмета еще не раз порадуют петербургскую публику. Редактор субтитров А.Семкин